ребят всем привет недавно снимал видео про плазморез фирмы бестарк сегодня сварочный аппарат полуавтоматический сварочный аппарат фирмы бестарк сегодня тоже небольшой видео обзор сейчас вкрой коробочку пробежимся по техническим характеристикам по комплектации и соответственно как всегда проверим в работе и сразу скажу упакован просто отлично все виды промягчителей умягчителей все для правильной транспортировки чтобы не замять не поцарапать телегагель все на высшем уровне ну и давайте сразу пробежимся по комплектации сам сварочный аппарат три в одном мма миг и тик 9 поколения горелка рукав длина 2 метра массовый зажим кабель 2 метра держатель для электродов тоже кабель 2 метра две катушки с проволокой одна катушечка для сварки под инертным газом а другая самозащитная для сварочных работ без газа потом вот такой ремешок для того чтобы можно было сварочный аппарат подвесить на плечо короче для удобства транспортировки также вот такой пакетик с соплами с роликом для проволоки 08 и 09 и фум лента вот такой ключик для замены сопел два силикагеля инструкция по эксплуатации на русском там нет ничего но это ничего страшного и вот такой вот шланг для подключения газа мне он не подойдет я вытащу на токарном переходник по комплектации в принципе все а дополнительно для своего нового плазмореза на всякий пожарный я прикупил набор сопел так с комплектацией мы разобрались все лишнее я убрал этот сварочный аппарат я приобретал для того чтобы варить самозащитной проволокой чтобы где-то что-то во дворе мне подварить и не нужно таскать баллон с газом так что сейчас мы массу кидаем на плюс так делается для сварки самозащитной проволокой без газа быстренько пробежимся по техническим характеристикам потом зарядим проволоку и попробуем в работе вид сзади кнопка включения выключения аппарата кулер для охлаждения аппарата и муфта штуцер или сгон для подключения газа по бокам вот такая вот вентиляция для лучшего охлаждения аппарата чуть выше на крышке вот такая вот удобная ручка для переноса сварочного аппарата крышка скрывается вот таким вот образом здесь же мы видим механизм протяжки проволоки подшипник ролик с двух сторон с проточкой под 0 8 и под миллиметр проволоку бобинка под катушку в данном случае на этом аппарате можно устанавливать катушку килограммовую 5 килограммовую катушку сюда не поставишь также имеется кнопочка для быстрой протяжки проволоки в руках горелки а с задней стороны крышки имеется понятная таблица как устанавливать проволоку как менять сопло режимы для самозащитной проволоки при работе без газа и режимы для обычной проволоки с работой с инертным газом включив аппарат в сеть сразу сработал кулер и тут мы сразу видим три режима про который я говорил ранее м м а сварка электродом тик сварка и миг сварка сварка проволокой вот так вот мы переключаем три режима м м а режим сварка электродом прибавляем ток максимально 125 ампер при 125 ампер 25 вольт напряжение миг сварка максимально 145 ампер и при 145 ампер 21 и 2 вольта имеется синергетика также мы можем выбрать режим сварки обычной проволокой или самозащищенной при помощи вот этой кнопочки мы можем выбрать режимы 2t или 4t 2t это обычная сварка 4t нажали один раз кнопку на горелке и можем варить непрерывно длинный шов ну и вот имеется вот такая функция но за нее я ничего не скажу если кто знает напишите пожалуйста в комментариях минимальный ток прямик сварки сварки проволокой полуавтоматической сваркой 50 ампер установил 50 ампер и автоматически установилась 16 и 5 вольта напряжения то есть не нужно отдельно регулировать прибавили ток прибавилось напряжение очень умная система классно что имеется вот такой дисплей все интуитивно понятно ничего сложного прибавили ток прибавился вольтаж не надо ничто отдельно регулировать например варим металл толщиной тройка прибавили к примеру 80 ампер и напряжение автоматически потянулась не надо регулировать отдельно это просто супер по весу аппарат так сейчас закрою ну приблизительно 6 килограмм не больше легкий компактный лако-красочное покрытие на высоте и цвет красивый бирюзовый на сейчас мы с вами установим проволоку самозащитную и попробуем что-нибудь сварить на катушке написано 0 5 килограмм 500 грамм можно было быть килограмм хотя бы намотать ролик переставляем на 1 миллиметр проволока диаметром 1 миллиметр все так же и еще 6 килограмм разборка и и вы Попробуем варить на минималках 50 ампер 16,5 вольт. Работает очень мягко. И шов отличный для порошковой проволоки. Толщина пластины 4 мм. Сейчас две пластины попробуем сварить между собой. Просто отлично. Мягко работает. И для порошковой проволоки я считаю шов хороший. Вот такой вот кратенький обзорчик у нас сегодня получился. Аппаратом я очень доволен. Как раз таки, как я и говорил, хотел иметь сварочный аппарат, с которым можно по двору бегать и что-то заварить без газа порошковой проволокой. По цене он очень даже бюджетный и недорогой. Приобретением я доволен. А на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч.